Сергей Александрович, расскажите, как Вы лечите, как Вы видите последовательность, комбинацию методов? Что первое, что второе? Мы, Сергей Александрович, лечим мультимодально. Собственно, о чем и пойдет речь в этом сообщении. Когда в программке видно, что будет выступать и хирург, и лучевой терапевт, то все ожидают такого жесткого батла, каждый из которых будет рассказывать о том, что давайте этот метод в первую очередь, а потом этот в первую очередь. Я думаю, в ходе предыдущих докладов, прекрасных и хирургических, Петр Владиславович рассказывал о возможностях лучевой терапии. Всем стало понятно, что оба метода эффективны. Может быть, где-то по цифрам и одинаково эффективны, если брать этот метод в качестве единственного варианта лечения. Но, да, мы говорим о местно распространенном раке пристательной железы, в общем-то, которого уже не раз коснулись сегодня в предыдущих докладах, то речь, наверное, пойдет о мультимодальной терапии, и онкологические результаты надо оценивать с этой позиции. И поэтому я, начиная свое сообщение, хотел бы сделать акцент на немножко других вещах, которые могут быть понятны, наверное, при разборе этого клинического случая. Ситуация стандартная, молодой пациент, сохранный, невысокий уровень ПИСА, Однако, по данным обсуждениям и обсуждениям с пациентом, ему была предложена биопсия. Биопсия была выполнена. В двух столбиках из 12 выявлено анденокарцинома сумма глиссона 7,3 плюс 4 и СУП-2. И пациенту выполнена радикальная простатоктомия. Пришло такое гистологическое заключение, в котором на себя обращают внимание, во-первых, это апгрейд до СУП-3, 7,3, 4 плюс 3 и местно распространенный процесс. Есть ряд других неблагоприятных патоморфологических признаков, таких как переневральная инвазия и прочее, но, в общем-то, у этого пациента случилось то, что бывает нередко. И если мы посмотрим вот такую, например, интересную работу, в которой анализируются результаты пациентов, которым проводилось активное наблюдение, а сюда включались несколько тысяч пациентов, и группа низкого риска, что, в общем-то, является стандартной опцией для этих пациентов, и группа промежуточного прогноза, благоприятно промежуточного, неблагоприятного промежуточного прогноза. И мы увидим, что местно распространенный процесс у этих пациентов имеет место быть только при низком риске, более 10%, при промежуточном прогнозе эта цифра значительно превышает, и более чем у каждого третьего пациента наблюдаемого теоретически может иметь место местно распространенный процесс. Если мы возьмем вообще, в принципе, апстейджинг послеоперационный, повышение стадии, то эта цифра достигает 40%. Это очень высокая цифра, и с этой позиции я и перейду в этом сообщении к обсуждению тактики лечения у этих больных. Недавний системный обзор сравнил разные варианты лечения у пациентов из группы высокого риска, и вывод был сделан такой, что на сегодня отсутствуют данные высокие уровни доказательностей, позволяющие сделать оптимальный выбор в лечении. И хирургическое лечение является частью мультимодального подхода, и является возможной опцией у пациентов с местно распространенным раком простаты, что, в общем-то, и интерполировалось в различные рекомендации, как европейские, так и американские онкологические, так и национальные клинические рекомендации наши, которыми мы сейчас пользуемся. В то же время важным моментом, собственно, на чем я и хочу сделать акцент в этом докладе, это то, как мы оцениваем местно распространенный процесс. Так, например, различия Европейской ассоциации урологов и рекомендации НССН говорят о том, что не каждый высокий риск – это менее распространенный процесс, однако, если мы оцениваем по критериям НССН, то тогда мы будем иметь высокий риск значительно реже, потому что один из критериев является местно распространенный процесс для этой группы. Наш анализ, в принципе, показал те же самые цифры. Рак простаты высокого риска более 50% пациентов имеет высокий риск, если оценивать по критериям НССН, если мы берем за неблагоприятный фактор клиническую стадию Т3А, и тогда количество пациентов, которых мы можем относить к группе высокого риска, значительно уменьшается по сравнению с данными Европейской ассоциации урологов. Интересные данные были получены при нашем совместном опросе с сайтом УРАВЭП, на котором более 200 наших коллег, специалистов, занимающихся лечением рака простаты, ответили, как мы оцениваем группу высокого риска при прочих равных данных, не относящихся к высокому риску, будет это локализованное поражение обеих долей или только местно распространенный процесс. Большинство, почти две трети, считают, что поражение обеих долей является критерием группы высокого риска. Как мы устанавливаем местно распространенный процесс? По рекомендациям Европейской ассоциации урологов, основным в оценке местно распространенного процесса является пальцевое ректальное исследование. Я думаю, что большинство присутствующих здесь коллег, конечно же, при оценке высокого риска, местной распространенности, добавят сюда и протяженность опухолевого материала в биопсийном столбике, и результаты мультипараметрической МРТ, о которой также много говорилось сегодня. И тогда мы в этом комплексе информации говорим и о группе риска, и о распространенности опухоли. Если мы говорим об онтологических результатах, в частности, при местно распространенном процессе, то тут недавняя работа, которая сопоставила данные нескольких исследований, показала, что длительная выживаемость без прогрессирования является 40-50%, длительная – это 10 лет, канцероспецифическая выживаемость достигает 90%, общая выживаемость 60-80%, что, в принципе, сопоставимо с теми данными, которые были показаны при лучевой терапии. Отечественные данные группа авторов во главе с Борисом Яковлевичем показала, что на анализе результатов лечения более полутора тысяч пациентов из группы высокого риска, такие же высокие показатели пятилетней канцероспецифической общей выживаемости, при этом придя к такому интересному выводу, что один фактор риска, как у нашего пациента клинический случай, клинический пример, которого мы разбирали, не является большой проблемой. Местно распространенный процесс – это не слишком влияющий на онкологические результаты показатель по сравнению с теми ситуациями, когда мы имеем два фактора риска, то есть высокий уровень ПСА и низкодифференцированный процесс, особенно если эти показатели сочетаются все вместе, то мы будем иметь гораздо более худшие результаты. Еще один анализ прошлого года, анализ базы данных СИР за почти 10 лет, почти 25 тысяч пациентов, канцероспецифическая выживаемость в течение 5 лет, при местно распространенном процессе, тут сравнивались хирургическое лечение, лучевая терапия с гормональной терапией, статистически значимых данных получено не было. Немного о функциональных результатах, не буду говорить про удержание мочи, тут разные технические моменты, которые могут повлиять на эти результаты, и в общем-то местно распространенный процесс не влияет на возможность сохранения нормального мочеспускания после операционного периода, но вот, например, в такой работе прошлого года были опубликованы результаты выполнения нервосбережения при местно распространенном процессе у небольшой группы пациентов, однако большинство из них имело местно распространенный процесс, у большинства выполнялась лимфодисекция. Посмотрите, в правой небольшой табличке мы видим те результаты сохранения эректильной функции. Не знаю, я ни разу не прибегал в своей жизни к варианту нервосбережения, потому что очень боюсь положительного хирургического края и ухудшения онкологических результатов, но, тем не менее, интересно было бы услышать мнение коллег о том, насколько это целесообразно и возможно, и стоит ли вообще это, в принципе, обсуждать с пациентом. В 17 пациентов было выполнено билатеральное нервосбережение, однако вот эта цифра может повлиять на мнение. Более 40% – это частота положительного хирургического края. В общем-то, я перечислил основные моменты, которые мы обсуждаем с пациентом, когда предлагаем ему начать с хирургического лечения или начать с лучевой терапии, или сразу ему говорим о том, что это будет мультимодальный подход, комплексное лечение, но акцент сделал все-таки на том, как мы оцениваем риск заболевания и как мы оцениваем меньшую распространенность процесса, что, наверное, является подтверждением слов одного из апологетов онкологии и онкоурологии Виллита Витмара о том, что уровень выживаемости, в принципе, мало зависит от лечения. Север Борисович, это, наверное, краткий ответ на ваш вопрос, который не подразумевает краткого ответа, и основным является биологическая природа, в том числе и местная распространенность ракопростаты. Спасибо. Спасибо большое. Ну, давайте тогда, наверное, Петр Виславович, может, вы так более активно будете свой метод отстаивать, как первый в мультимодальном лечении? Действительно, когда была поставлена данная задача, она существенно затруднила в целом вообще видение и концепции моего сообщения. Ну, хочу начать с того, чтобы просто продемонстрировать и напомнить, в первую очередь сам для себя визуально, что опция лучевой терапии, в лечении пациентов с высоким, очень высоким риском прогрессирования занимает неотъемлемое место и может быть использоваться, рассматриваться, даже правильно так будет выразиться, на различных этапах в рамках первичного лечения, либо в рамках уже после, при необходимости, после операционного лечения, как адъювантная лучевая терапия, либо уже в рамках спасительной лучевой терапии. Но, опять-таки, нужно понимать первичную эффективность лучевой терапии, насколько она эффективна у этой сложной категории пациентов с большим объемом опухолевой ткани. И, конечно, не мог себе не отказать удовольствием продемонстрировать исследование нашего отделения, достаточно же старое исследование. Опять-таки, все возвращается к принципам, к онкологическим принципам радиационной онкологии. Первый принцип – это адекватность лечения адекватных доз. И показано в этой работе, было проанализировано две группы – двухмерной конвенциональной лучевой терапии и трехмерной конформной лучевой терапии. Но пусть не пугает вот это сравнение двухмерной и трехмерной. Тут, условно, оцениваются не технологии, а оценивается то, к чему они могут привести. А именно, трехмерная лучевая терапия позволила более точно и аккуратно провести лучевую терапию и подвести большую суммарно-очуговую дозу. И поэтому мы видим достоверное преимущество в лечении использования условно-современной технологии методик лучевой терапии. Продолжая дискуссию по эскалации дозы на первичную опухоль, конечно же, очень актуально в разрезе последних исследований это сочетанная лучевая терапия, которая позволяет эскалировать дозу на представительную железу до 100 изогрей. То есть и в ряде работ продемонстрирован такой позитивный настрой и преимущество данного подхода от результата этого исследования, которые показали преимущество безместатической выживаемости. И при этом это преимущество наращивается со временем. Если вы видите степень достоверности, обратите внимание, что к 10 годам все симпатичнее эти цифры. Но, по сути, можно было бы, наверное, и начать и прошлое сообщение, и закончить этим слайдом. То есть на данном слайде отображены те технические возможности, которые нам позволяют эскалировать дозу, провести дозу. В наших руках, в руках рационных онкологов разные есть механизмы. Это и, как я уже говорил, современная лучевая терапия с модуляцией интенсивности, высокая и низкая мощностная бракетерапия, стереотоксическая лучевая терапия в виде буста. Более того, сейчас идут наработки о том, чтобы использовать эскалацию дозы. Если вернемся к рекомендациям, то при подобных ситуациях дозу на предстательную железу нужно эскорировать до 80 грей. А сейчас идут работы о том, что, возможно, внутри предстательной железы на доминантный очаг увеличивать дозу до 90-96 грей. То есть более дифференцированно индивидуально подходить к лечению данных наших пациентов. Но, к сожалению, мы видим достаточно большой разброс по данным эффективности даже в разрезе различных вариантов лучевой терапии у пациентов с высоким, очень высоким риском прогрессирования. Второй онкологический принцип традиционной онкологии – это адекватный объем облучения. И в данном случае всегда речь идет об увеличении, расширении профилактического облучения лимфатических узлов таза, что влечет, с одной стороны, увеличивать, безусловно, токсичность. Но стоит ли данная эскалация объемов таких рисков? Ну вот в данном рандомизированном исследовании представлено, что вроде бы стоит. Однако в рамках показателей общей выживаемости никакого преимущества нет. Казалось бы, возвращаясь к этому слайду, но уже с другой позиции. Да, лучевая терапия используется, но с другой стороны, если посмотреть эту категорию пациентов, то какой вариант различных последовательностей введения этого пациента? То есть нет какого-то единого понимания и видения. Ну раз, а почему это? Скорее всего, в силу того, что есть много неясностей. И хотелось бы, Силат Борисович, как-то четко что-то ответить, но в рамках формата учреждения позволил в конце, может быть, немного философские такие вопросы, взгляды, мнения, которые мы обсуждаем в своем сообществе, рационных онкологов с нашими иностранными коллегами, что это сложная категория пациентов с наличием серьезных жалоб в рамках урологического здоровья и не только. С другой стороны, для самого пациента тоже интересна ситуация в рамках психоэмоционального состояния, в оценке эффективности лучевой терапии. То есть мы оперируем без показательного биохимического контроля. Но, по сути, свой биохимический контроль не является неким таким понятием, как критерием излечимости после радикальной простатоктомии. Это тоже немаловажный вопрос в рамках комплаенса в отношении настроенности пациентов на лечение. Исследования, на которые мы базируем, уже мне отрадно слышать, что вопрос такого критического подхода к тем исследованиям, к различным прогностическим моделям тоже имеет критический посыл. Нужно ли облучать лимфоузлы или не нужно? Даже прогностические модели, есть работа, говорящая о том, что при высоком риске поражения лимфоузлов не надо их облучать. То есть надо разбираться в каждом исследовании. И я встречал мнение коллег в литературных источниках, что те рандомизированные проспективные исследования, где статистическая гипотеза подразумевает набор 2 и более 1000 пациентов, почему-то останавливалось на 600-700 пациентов, и при этом косвенно недооценивались такие мощные факторы, степень дифференцировки опухоли и многие другие. С точки зрения лучевой терапии мы тоже задаемся вопросом у лечения этих пациентов. Есть исследования по эскалации дозы, есть исследования по объему облучения, есть исследования, оценивающие продолжительность гормональной терапии. Но опять-таки столько много факторов, как их вместе аккумулировать и оценивать. И стоит ли, в частности, один из многих вопросов, стоит ли проводить эскалацию дозы на представительную железу при наличии адекватной андрогендопрофессионной терапии. И тем самым, каждая эскалация влечет за собой снижение качества жизни. То есть все эти вопросы, они остаются. И мое глубокое убеждение, что лечение должно, безусловно, осуществляться только при условии наличия различных вариантов радикальных вариантов лечения, где будет отсутствовать такой высокий субъективизм в навязывании того или иного метода лечения. И, безусловно, в рамках комплексного оценки всех биологических особенностей опухолевого процесса у каждого пациента в отдельности. Вот, наверное, как-то так. Спасибо большое. Но все-таки я спрошу. Вот конкретный пример. Пациент с местно распространенным раком предстоятельной железы. Совершенно очевидно, что у него Т3А, как минимум, может быть, и Т3Б. Формально операбельные. Лимфоузлы явных, мы не видим, метастазов. Что лучше для пациента? Предложить ему радикальную простатоктомию. Мы знаем, что половине этих больных потребуется при развитии биохимического рецидива проведение спасительной лучевой терапии. Что лучше? Выполнить операцию с последующей спасительной лучевой терапией или провести лучевую терапию в комбинации с гормональным лечением. Сергей Александрович, как Вы решаете этот вопрос? Индивидуально. Решаем в разговоре с пациентом. Если пациент акцентирован на сохранение эрекции, то, скорее всего... Что такое слово «акцентировать»? Как Вы его понимаете? Мы его понимаем так. Пациенту 60 лет, у него 25 лет жене. И он говорит, доктор, вылечите меня, но мне нужно сохранить эрекцию. Гормоны назначить перед 2 года после гормонов. По иммунотерапии не имеет Вы права лечить. Гормоны можно назначить в интермитирующем режиме, например. Но есть варианты. Если у пациента симптомы инфравизикальной обструкции, которые также требуют лечения, то мы больше делаем акцент на хирургическое лечение. Недавно пришел пациент на прием, который сказал, буквально сказал, доктор, у меня вот рак, во мне живет рак, я спать по ночам не могу, удалите его. Все. Это простой случай. Обычно все-таки пациент говорит, доктор, вы специалист, вы решите, вы скажите мне, как лучше. Ну, если конкретнее ответить на ваш вопрос, то недавно, вот я вспомнил около, если не ошибаюсь, года назад в одном из приложений Journal of Urology была статья, скорее эссе, наверное, чем научная статья, где называлась она что-то типа лучевая терапия и радикальная простатоктомия. Логичный подход с позиции практикующего специалиста. И несколько специалистов, как хирургов, так и лучевых терапевтов, они обсуждали мысль о том, насколько правильно будет применить, возможно, применить все опции. То есть хирургическое лечение, радикальную лучевую терапию, успеем назначить, была такая мысль. Надо будет назначим адъювантную, надо будет назначим гормональную терапию, если придут позитивные лимфатические узлы. В случае применения лучевой терапии, то, скорее всего, у нас выпадает одна из этих опций мультимодального подхода. Что значит успеем? А если он повесится из-за тотального недержания мочи после операции? – Ни один еще не повесился, Борис Яковлевич. – Ну, здесь же надо исходить не только из онкологических, но и функциональных соображений. – Вот поэтому я и начал с того, что… – Борис Яковлевич, продолжите. Как Вы считаете? – Нет, все очень. Это действительно вопрос, который решать очень непросто. И действительно всегда приходится, не приходится, а необходимо. И мы так и делаем, беседовать с пациентом, выяснять все факторы, сопутствующие заболеванию. Конечно, мы все-таки стараемся учитывать так называемую ожидаемую продолжительность жизни, ну, то есть совокупность интеркорирующей к заболеванию этого пациента. Если все-таки мы рассчитываем на то, что это будет длительная, ну, 15-20-летняя продолжительность жизни, я в пользу хирургического лечения об фронт склоняюсь. Потому что все-таки есть данные, что это позволяет добиться большей выживаемости. Если нет, то почему? Вот два совершенно равнозначных метода. Просто надо понимать, что ожидает больной. Действительно есть пациенты, которым тяжело жить с мыслью, потому что после лучевой терапии никто, Петр Владиславович, не может гарантировать от наличия остаточной опухоли. То есть жизнь в смысле о том, что он живет на пороховой бочке, многие пациенты не хотят. И они готовы даже пожертвовать частью своего качества жизни, ну, мочеиспускание, в первую очередь, эректильные функции, но жить в смысле, что все-таки у него рака нет и не будет. Хотя понятно, что он может быть всегда. Возврат, я имею в виду, болезни. Поэтому очень сложный вопрос. С точки зрения того, что мы имеем, если начинаем с простатектомии, больше опций, в какой-то степени да. Конечно, мы лучше стадируем процесс, когда начинаем с простатектомии, и лучше понимаем, что дальше делать. Это тоже определенное преимущество. Но в целом всегда, очень часто непросто решить этот вопрос. И я сам мучаюсь. Петр Владиславович, вы мучаетесь или нет? Да, потому что, безусловно, полное, очень важно психоэмоциональное состояние пациентов на фоне проводимого лечения. Но я бы хотел еще из другого, третьего ракурса посмотреть на вопрос. У нас две опции – дистанционная лучевая терапия и хирургическое лечение. Хирургическое лечение. Как вы сказали, что условно в 50% случаев потребуется лучевая терапия. Мы должны понимать, что, во-первых, два, аккумуляция двух радикальных методов лечения увеличивает снижение качества риски пациентов. И как поведет себя лучевая терапия в рамках прогноза снижения качества жизни, сложно сказать. У нас есть сейчас подходы по отсроченной лучевой терапии и адъювантной лучевой терапии. Но нам нужно понимать и быть в комплайнсе с пациентом, понимать, насколько он будет адекватен в рамках правильного контроля уровня ПСА. То есть он не уедет куда-нибудь в глубинку и на пол, на год и будет абсолютно изолирован от наблюдения. Поэтому, наверное, этот вопрос тоже какую-то лепту должен носить в принятии решения тактики. Спасибо. Я хочу сказать, что сейчас идет рандомизированное исследование скандинавское. И оно, к счастью, уже более 50% больных рандомизировано, которое сравнивает лучевую терапию с хирургическим лечением и с хирургическим лечением с последующей лучевой терапией. То есть там несколько рукавов, в том числе пациента, которым сначала выполняется простатоктомия, и затем проводится спасительная лучевая терапия. И все это будет к 2025 году, по-моему, уже этот набор будет завершен. Сейчас уже рандомизировано около 700 пациентов. Скандинавская группа проводит это исследование. Это первое исследование, которое успешно набирает больных. До этого не могли просто, ни одно исследование не могло рандомизировать. И набор... Да, конечно, современные технологии и позволяют это сделать. Поэтому я думаю, что к 26-му году, может быть, мы какие-то результаты первые услышим, а до 26-го года будем мучиться. Мучиться, да. Можно еще вопрос к Петру Владиславовичу? Вот я давно хотел спросить об этом лучевого терапевта. Сейчас такая возможность представилась. Петр Владиславович, а как часто к вам хирурги отправляют пациентов? Вот мне ни один лучевой терапевт ни разу на простатоктомию еще не прислал пациента. У вас такое? Я к ним отправляю. У вас как часто такое бывает? Ну, это вопрос, на самом деле, спекулятивный, и он постоянно обсуждается. Ну, тренд, безусловно, один. 100% нет, но тренд к мультимодальному обсуждению и предложению всех вариантов лечения пациентов мы стараемся прибегнуть. Либо в рамках консилиума, либо в рамках осмотра специалистами различных специфик лечения. Таковую работу мы ведем в нашем учреждении. Ну, вот из 10 пациентов, которым вы провели лучевую терапию, сколько из них было прислано вам хирургами, потому что они их рассматривали, они с ними общались, но вот решили, что вот вы лучше им поможете. Один из 10. Во всех 100% ситуации все 10 пациентов, безусловно, рассматриваются и онкорологами, радиотерапевтами. Без зазрения совести я отвечаю на этот вопрос. Ну, у нас сейчас просто так положено. Спасибо. Спасибо. Спасибо.